Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы играем в Cooking Simulator, сегодня с тобой третий раз я записываю эту серию, знаешь почему? Потому что игра зависает. В прошлой серии мы с тобой посмотрели на баг с не сдающимся заказом, в этой же серии, в этот же раз точнее, у меня просто берет и зависает в руках тарелка. Два раза подряд она зависла и видимо это какая-то болезнь этой игры, то есть в микроволновку я больше ничего ставить не буду, если что мне нужно будет погреть, я буду греть это либо на сковородке каким-то таким волшебным образом, либо же это буду отдавать холодным. Но потому что не вижу смысла перепроходить каждый раз игру заново, то есть не заново, а каждый раз начинать день заново, я уже потратил минут 30 просто на запись и не записал ничего, по факту ничего, просто просрал время. Сейчас я с тобой делаю вот все то, что я делал уже миллион раз. Перекладываю это сюда, вставляю в держалку для ножей, это вот утиную грудку перекладываю сюда, чтобы она мне не мешала. Беру соль, перец, поровнее ставлю их, маслечко сюда, это сюда, белое вино, таймер вот сюда, кстати можно помыть вот это, опа, вот это вот переложить. Да положи, говорю же. Взять губку. Угу. Ляпота. На мой сейчас будет чистота, просто неописуемая. Так, а что там лежит внизу? А, это этот, фунгини, или фунгети, как она там правильно называется, отдыхает. Лежит, макаронина, отдыхает. Ну а что еще там делать? Ну-ка, возьми. А, фунзили, блядь. Ну вообще, ну, это одно слово. Ничего страшного не произошло. Так, вот это вот, это не то, что я хотел взять, я хотел взять винный уксус. Угу. И сушеный хрен, естественно, потому что он мне очень-очень сильно нужен. Пропускаем подготовительную фазу, потому что я не знаю, что у меня сейчас будет. Опа, снова бульон из утки. Естественно, из бульона, из утки, вот это вот, из утки, я выкидываю овощи, как мне посоветовал один человек в комментариях. Беру, беру, беру и грею эту всю парашу на огоньке, на средненьком, чтобы не сгорело. Ну, а вдруг что случается, я же не знаю. Да, и надеюсь, что вокруг меня не будет плавать фон, потому что у меня на шее почему-то зелень какая-то. Сзади меня как-то немного темновато, то есть, хоть я как-то тут не настраивал, но один хрен темный. Получается, получается у меня с тобой, если я буду зеленым или куда-то пропадать, сильно не ругайся, это устранится в ближайшем будущем, потому что в ближайшем будущем у меня не будет этого вот отсутствующего фона, там будет просто темный фон. Вот и все. Просто чтобы вот с этим вот не морочиться, со светом. Не то, чтобы не морочиться, чтобы было комфортней нам обоим. Чтобы тебе было комфортнее смотреть, а мне было комфортнее записывать. Возможно, даже роликов станет больше, потому что, ну, все же с освещением морока есть. Супец. Кстати, да, пока суп греется, можно пока что взять и бульон из утки приготовить. Точнее, не бульон из утки приготовить, а подготовить суп. Суп. Это пюре, это не то. Это у меня борщ. Это вот у меня как раз-таки томатный суп. Беру его и ставлю на огонь. Потому что могу. Пойду за утиной груд... Вот тут сколько у нас утиной грудки? Мне нужно 140 грамм, да? 140 грамм утиной грудки на 4 части порезанные. 140 грамм. Вот возьму 169. Не знаю, ничего страшного от этого не будет. Отрежу ей немножко жопку, чтобы она, типа, ну, ближе была немножечко к 140. И, 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 и все. Вот так примерно, да? Вот где-то здесь. Хоп. Нормально? Да, 146. Уже лучше. Вот эту обробу положу сюда. И вот эти 146 мне нужно превратить в кусочки по 35 грамм. Как мне это сделать? Я не понимаю. Вот так вот пополам можно порезать. Нормально будет? 72? Да, слушай. Отлично. И вот где-то здесь. Блин, большой кусок сделал. 42, 32, 43, 29. Вот этот вот кусочек очень, не знаю, какой-то неправильный. Мне кажется, готовы уже все эти жидкости к подаче. И я не побоюсь их подать. Поварешки надо отдельно немножко складывать, потому что, потому что. Потому что я могу взять не ту поварешку и налить немного не то количество супа, которое необходимо. А во второй-то я не, наверное... Вторую-то я не взял тарелку. Ну а зачем? Правильно, правильно. Украшать ничем не нужно это все дело? Нет, ничем не нужно. Подавай горячим. Ну я в целом теплым, хотя бы подаю это факт. На огне немножко постояло. Блин, четыре с половиной звезды. Почему? Холодно, что ли? На самом деле не догрел. Температура. Утиная грудка не погрел. Но я не хочу больше греть... А, блин, надо было греть ее на сковородке, возможно. Или можно было бы бросить, например, в суп. Бульон из утки недостаточно соли, недостаточно черного перца и недостаточно утиной грудки. Почему же так случилось? Непонятно. Ой, ладно, будем исправляться. Это томат... Ой, не томатный, а этот... Тыквенный, который как раз-таки вон там. Давай его подожжем. Это тоже подожгу на всякий случай. Но мало ли что, мало ли это тоже недостаточно горячо. Хотя в целом-то... Мне кажется, он грелся миллион лет уже. Поэтому у него вариантов нет. Он в любом случае должен был быть теплым. Должен был стать теплым. Все верно, я отключил. Верно, я отключил. И пока пусть он греется, я пойду отдам вот этот заказ. Что такое? И надеюсь, что ты не очень сильно слышишь вентилятор, который вон там гудит. Я постараюсь его убрать, но ни за что сильно прям не отвечаю. Это был томатный суп. То есть он вполне может гудеть, потому что... Ну, потому что жарко. Потому что я здесь сижу, мне невыносимо жарко. Идеальная техника, идеальная температура. Кто бы мог сомневаться? Гаспачо. Гаспачо я люблю, потому что его не нужно греть. И с температурой тут явно угадаешь. Так, ну давай пока гаспачо подготовим к подаче. Одни супы! Одни супы! Что такое случается-то? Что случилось-то? Всех пробрало на супы. Все к обеду, видать, пришли. Или я к обеду пришел. Хрен его знает. Может, я работаю с обеда просто, поэтому ко мне все за супами приперлись. Как знать, как знать. Сюда нужно четыре ветки шнит лука положить. Да, 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 все верно. Раз, два, три, четыре. Но как я умудрился в тот раз перепутать с томатным супом, это было нечто. Тыквенный суп на скорую руку. Так, давай-ка. А, его украшать ничем не нужно? Там, по-моему, сметана только наливается в приготовке и больше ничего, да? Да, смотри-ка, суп уже приготовился. Пойдем-ка мы его отдадим гурману, который ценитель, который нам сейчас расскажет, как правильно жить. Угу. Ой, томатный суп, тыквенный суп. Беру, наливаю. Красота. Мне кажется, он будет рад такому блюду, тем более так скоро поданному. Да, смотри, пять звезд, там пять звезд здесь. И сорок три очка славы нам дают. И остается все ничего, смотри, до шестьсот пятидесяти, прям, пару дней, наверное, да? Гурман ушел в хорошем настроении, поблагодарите шеф-повара. Отдать. Блин, я боюсь, что мне сейчас дадут какой-нибудь сложный заказ вторым, и я буду мучиться. Буду мучиться. Но такая судьба уж получается. Плюс девятнадцать. Все идеально. Хорошо. О, опять гаспачо. Ну-ка, а мне хватает? Да, у меня хватает. Красота. А сколько времени для него дали? Десять минут. Это вообще отлично. Возьму стейк, четыре грамма соли, четыре грамма перца и по сорок пять на каждой этой стороне. Стейк. Да открой ты дверь, пожалуйста. Дурила. Стейк. Четыре грамма соли, четыре грамма перца. Четыре грамма соли. Ну-ка, возьми стейк, положи сюда, поперчить, посолить. Не без этого просто как бы, это необходимо. Это я бы, я бы этим не занимался, но такая вот работа. Кстати, да, по сорок пять секунд. Раз, два, три, четыре. Так, и, так, картошку. Картошку нужно просто перемолоть в этом, в блендере и отдать. Самое главное, не забыть посолить. Беру соль. Шесть грамм соли, собственно, как и всегда на две картофельные, я так понимаю, все вполне хватает людям. Шести грамм соли, хотя это очень мало. Ну, как по мне. Соль. Порезать и обжарить во фритюре. Ха-ра-шо. Мастерски, просто мастерски я управился с этим стейком. Он просто отлично, отлично пожарится сейчас. Беру, кладу это все дело вот сюда. Беру вторую картофельную, кладу ее тоже туда же. Так. Жук. Хорошо. Наливаю. Кладу. Беру. Все в масле взял, фу. Грязную. Сначала масло налил, потом в руки взял. Но ума-то надо много для этого всего. Так, сколько там секунд? Девять секунд остается. Девять секунд, тогда не будем торопиться. Тогда просто пойдем сейчас выключим и поставим таймер другой еще вон там. На тридцать секунд нужно будет поставить. Хорошо. Сколько там? Нормально? Да, почти. Секундочку, может, не дожарился. Выключаем. Нафиг, от греха подальше. И на тридцать секунд ставлю я картошку. Беру тарелку. Огромную тарелку, чтобы это все, не дай бог, не расплескалось во все стороны. Ну, это не огромная тарелка, конечно, это большая, это просто тарелка. Но все же. Потом иду за глубокой тарелкой. Ставлю вот сюда. Ставлю, точнее, ее вот сюда. Остается мне десять секунд. Пюре. Пюре. Бегу. Отключаю. Отключаю. Вешаю. Шнит-лук. Это же гаспачо. Как же здесь без лука? Ну, здесь никак без лука не обойдешься, поэтому вот так. Беру, значит, большую тарелку. Насыпаю туда всю картошку, которая у меня получилась. И кладу туда стейк. Блин, полная тарелка картошки. По-моему, он до стейка не дойдет. Беру стейк и веточку розмарина. Там 10 грамм. То есть две ветки розмарина. Угу. Раз. Два. Как по мне, так выглядит аппетитно достаточно. То есть здесь как бы иначе и не скажешь. Он мне сейчас как отзыв-то напишет. Хороший. Да? Да, конечно же. Как же он еще-то может поступить со мной? Жалобы гостей. Ну, только неправильная техника резко, естественно. Меня переполняет гордость. Ух, что будет, когда народ на дерп узнает о вашем мастерстве? Ух, я даже не... Опять она. Отдай гаспачо. Хотя можно было бы его, наверное, оставить и... Чтобы он мне сейчас не мешался. Точнее, чтобы мне сейчас второй заказ не мешался. Ну, я поспешил. Филе лосося. Кстати, пожаренное. У меня нет спаржи. О, опять этот суп из ничего. Из макарон. Литр воды. Литр воды, 20 грамм соли и 5 штук спаржи. 5 же штук спаржи, да? Сколько там? 80 грамм. Она по 12. Ой. 80 грамм. А она... По 16. Все. Теперь верно все. А то я уж перепугался, что я делал все не так. 20 грамм соли. Специально для тех, кому не нравится, когда сыпят в одну точку. 6 спаржин. Ой, 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. И это все дело на сколько-то? 100 секунд, что ли? На 120? На 100 секунд. Нет, нет, нет. 100 секунд это вот так. Запускай. Теперь. Филе лосося. 5. Это лимонный сок, заправка 5 миллилитров. То есть вот это еще горячее. И по-хорошему-то ее надо просто взять лимонным соком, так это... Полить сверху. Пятью. Пятью миллилитрами. Ага. И думаю, что первый раз у нас получится отдать правильно спаржу, приготовить и... И оставить клиента довольным. Воды литр, соли 5 и фунзили 160 грамм. Ну давай, давай, фунзили эти. Так, вот это мне не нужно, гаспачо уже кончился по факту. Это литр воды. Литр воды. Литр воды. Ставлю сюда. 40 секунд вижу. Соли 5 грамм. Мало соли как-то на литр воды, мне кажется, нет? Я побольше бы насыпал все-таки, как бы не стал бы жадничать. Фунзили, фунзили, где они? А вот они. 160 грамм аж целых. 200 я каким-то образом насыпал. Это как так получается? Ну... Сейчас обратно доставать буду. А почему нельзя? Раз. Отключись. 190. Ну-ка, 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 ну-ка. Два. 180. Три. 170 получается. И 4. Блин, ну это что такое-то? 160 грамм фунзили этих. Варить 45 секунд. Хорошо. Поставлю вот это, пока... Пусть это самое, а потом вот оп, и включаю. Теперь. В блюдо для запеканки нужно. Нужно в блюдо для запеканки это все дело переместить. То есть... Где тут блюдо... Вот блюдо для запеканки. А, это что такое? Квадратная тарелка простота, опять же. Я должен взять и все макарошки сюда сложить. Дабы не расстраивать нашего клиента. Кстати, горячее до сих пор? Да, горячее еще до сих пор. Пар идет. Теперь беру, перемещаю в блюдо, потом сохраняю воду, естественно. Порезать чеснок наполовинке по 5 грамм. 4 чеснока, короче, пополам порезать. Так, сковородка где? Договорились, все. Времечко пока есть. Пока есть время подумать. Мы с тобой люди простые. Берем блюдо для запеканки, блюдо для запеканки. Насыпаем все макаронины. Красивые. Ставлю тарелку сюда. Беру 40 миллилитров оливкового масла. Оливковое масло где? Оливковое масло вот оно. А, нет, это топленое масло. Подожди, а где оливковое это? А, вот оно, 40 миллилитров. Всего ничего. 40 миллилитров. Угу. 40. Готово делал. И теперь чеснок. Чеснока надо аж целых 4 штуки, наверное, да? 40 грамм. Да, раз, два, три, четыре. Ха-ра-шо. Все будет хорошо. И я не знаю даже, как порезать. Ой, как порезать. Порезать вот так надо. Оп. Да, и пополам. Просто пополам нужно вот так вот кромсануть. И все довольны. Ну да, в целом там плюс-минус там особо не ошибешься. На сковородку весь этот чеснок. Да. И 15 секунд. Ага, ага, ага. Понял. Жарю с чесноком все это дело. Значит, такую вот эту вот... Как ее называют-то? Ну, понятно всем, короче, стало, что это такое. Поставь ты ровно-то ее. Жарим 15, да, секунд? Да, вроде как 15 секунд жарить. Сжарил 15 секунд. Давай еще раз. Еще секундочку на всякий случай. Теперь 5 грамм хлопьев чили. Воды 50 миллилитров. И вот эти все макаронины. Хлопьев чили 5. Хлопьев чили, говорю, 5 грамм надо насыпать сюда. Зачем-то. Насыпал. Туда же воды 50 миллилитров. Из-под вот этих макарон. И... Ой. Положи обратно. И туда все эти макаронины надо выложить. Возьму, пожалуй, вот сковородку. И возьму вот так вот все макаронины. Положить. Положить. Ровно положи-то, ну. Че вытворяешь-то? Да ну ты... И жарить это все дело надо 15 секунд. Давай засечем 20 секунд. И 15 секунд будем жарить. Мне кажется, это... Это просто самое чудесное блюдо, которое я только видел. И это все дело надо в блюдо для запеканки положить. И украсить 10 граммами свежей петрушки. Это идеальное блюдо. Просто реально идеальное блюдо. Сейчас оно чернеет, темнеет, все какое-то грязным становится. Поторопитесь. Апа-па-па-па-па-па-па-па-торопитесь. Поторопляюсь. Ну-ка, беру спаржу, спаржу, спаржу. Спаржи положил и лососи. И все, да? Ему же больше ничего не нужно? Нет, ничего не нужно. Отлично. Отдавай. Может понравится. Подайте блюдо. Вот это. Не знаю, это первое мое такое блюдо, поэтому... Да, почти получилось. Почти на 5 звезд. Что-то, видимо, ему не хватило. Че здесь? А, подсолн... А там было подсолнечное масло? Угу. Ладно, я понял. То есть, все-таки жарится этот лосось без масла, но как-то он не особо отображается, что он жарится. Ну, неплохо в целом. Угу. Так, теперь мы с тобой берем вот эту кашу. Не-не-не, подожди. Берем сначала блюдо для запеканки, насыпаем все, что тут есть. Чеснок тоже нужен туда или нет? Все в то же блюдо для запеканки, подавайте горячим. То есть, и чеснок, и макароны, и вот эту вот жижу тоже надо туда налить. Ой, нет, тихо. Вот это красота. Блядь, ты сер... Как ты мимо-то налил? Я же ведь показывал, куда нужно наливать. Ты дурил это, ну. Ой, ну вот здесь я, честно, не виноват. Ты же видел, да, что я налил туда, куда нужно. А он просто взял и накосорезил. Опа, петрушки надо наложить было. Десять грамм петрушки. Десять грамм свежей петрушки. Десять. Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, он будет есть только петрушку. Из этого всего. А макароны так чисто для понта заказал. Ну, тоже так же понравилось, как и спаржа. Жалобы гостей. Ошибки при нагревании. Ну, на самом деле, я готовил всё по рецептуре, поэтому ничего не знаю. Томатный суп. Томатный суп, кстати, да, у меня есть. Вот он. Вот он. Настоящий пельмень буженина. Твою налево. Ветчина. Ветчины надо взять 300 грамм, поделить пополам, поделить пополам и положить 30 грамм апельсина и веточку розмарина. У меня есть чистая сковорода? Есть чистая... Ай, тихо. Есть чистая сковорода, и я попробую сделать всё так, как нужно. 300 грамм ветчины нужно взять. 300 грамм... Вот она. 300 грамм ветчины. Её нужно порезать пополам. Просто пополам порезать. Ничего сложного в этом нет. Правильно я говорю? Правильно. Вот где-то здесь. Ну, типа, вот как-то так. Ну, хрен его знает. Может быть, и не так, но... 158 и 144. Ну, да, в целом правильно. В целом ровно. Взять это всё дело, положить на... Сковородку. И пожарить. Почему он до сих пор не... Не написано, что... Готово. О, горячее. А это чё? Так, подожди, подожди, подожди. Это уже горячее. А это чё? Это чё не пыхтит, не тарахтит? Ну-ка. Ну. Положить ты, ну, ровненько. Что это за колбаса такая? Во, пошла пыхтеть. Ко-птица. То есть, вот сейчас она должна, ну, погреться и пожариться. И сделаться так, чтобы... Она... Сделать так, чтобы она была достаточной температуры. Апельсинка есть. В целом, всё уже даже... Опа, выключай. Это тоже... Ой, это тоже выключай. Это тоже всё готово. Беру тарелку. Беру. Буженину. Эту ветчину. Беру вот эту ветчину. Беру, значит, ещё нужно взять... Апельсинку 30 грамм. Вот эту возьму. Нет, тут ровно 30. Нет. Мне кажется... 29, 26, 23. Ладно, нет так нет. И розмарина нужно взять. 5 грамм. Веточку розмарина. 5 грамм. Ляпота. Выглядит красиво. То есть, думаю, понравится. Теперь томатный суп. Томатный суп погрелся. И там хватает ровно на одну порцию. И что мне делать, если у меня сейчас... Ещё раз томатный суп попросят. Я не знаю. А почему нельзя руками-то трогать, ну? Давай возьмём в тарелку и выкинем это всё в мусорку. То есть... Других способов я не вижу. Возьму большую поварёшку. Возьму суп. Два. Три. Четыре. Всё просто. И отдам суп. Это томатный суп. А вот это буженина. Хорошо. По поводу нагревания. Чё у нас там с тобой? Хорошо всё получилось? Да, всё отлично. И... Сияет от счастья, говорит. Я же старался. Блин, четыре с половиной. Что случилось-то? Что я сделал там не так? Ошибка при нагревании ветчины. Что там могло быть такого и не такого, чтобы я... Пролетел здесь. Обидно. Обидно. Здесь вода. Выливаю. И здесь вода. Выливаю. Ой, мои любимые блюда. Мои любимые блюда. Ой, опять гаспачо. Твою налево. У меня гаспачо-то больше нет. Зато у меня есть картошка, кстати, которая... Которая уже, блин, сгорела. Там немного... Ой-ой-ой-ой. Взял и выкинул на... Выкинул на пол. Картошка, которая... Должна была полететь в мусорку. Ну, ничего страшного. Правильно? Правильно, правильно. Ничего... Еще бы что-то страшного здесь было. Три кастрюли пустые. Вот это будет под картошку. Выкинул картошку. Сейчас буду варить заново. Литр воды. Несу. Несу. Подожди. Нет, ну что-то здесь... Здесь что-то явно не так. Нет, это здесь и должно стоять. А вот это здесь не должно стоять. И вот это здесь явно не должно стоять. Сколько здесь? 202 миллилитра. Мне не хватит один хрен на суп. Ага. Вода литр. 20 грамм соли. Угу. И получается мне нужно еще сюда насыпать две картошки. Две картошки это несложно. Две картошки это самое простое, что здесь нужно сделать. Дальше самое главное. Не переварить. Стейк с лососем... Стейк лососи, точнее, с вареным картофелем подождет. Давай делать гаспачо. Гаспачо это самая сложная муть. То есть там нужны огурцы, три штуки, по-моему, да? Ну-ка возьмись. 320 грамм огурцов. А, два огурца. Да, два огурца. Ну-ка. Два огурца. Помидоры три штуки. Раз, два, три. Я помню, там нужен болгарский перец еще. Две штуки. Раз, два. И что-то чеснока там вагон нужен. А, две штучки всего. 20 грамм чеснока и хлеб 150. Хлеб 150 у меня есть. Это все измельчаю. До однородной массы. Чтобы было вкусно. Сюда наливаю уксуса какого-то там, да? Всех-всех самых нужных специй и приправ. Что там нужно? Оливковое масло 30. Винного уксуса 30. Оливковое масло 30. И винного уксуса 30. Хорошо. И соли там 10 грамм, по-моему, да? 10 грамм. И перца 10 грамм. И соли. Соль где? Где соль? Вот она, соль. 67 всего осталось грамм. Это очень досадно. Так, и гаспачо готов. Гаспачо готов. И получается, его нужно просто шнит луком украшать. Так. Что по картошке? Почти готово. Беру. Беру, что я отберу. Гаспачо подождет. А вот по поводу свинины на кости. Вот она не подождет. Вот она ждать не станет. Там нужно 4 грамм, по-моему, или 5 грамм. Что-то там около того, плюс-минус чего-то там. Как я, да? Какой я мастер просто. Мастер просто в готовке. Мне нужны 2 сковороды. 2 сковороды это факт. Соли 4, перца 4 и 6 имьян. Соли 4, перца 4. Перца 4. Да ну, конечно, я же именно это и хотел сделать. Перец кончился, серьезно? В мусорку. Специи. Черный перец. Черный, черный, черный перец. Где черный перец? Вот он, черный перец. Купить. Как новый, смотри, сыпется. Прям аж, прям чувствуется, как он легко сыпется. Тимьяна 6. Тимьяна 6 насыпал. И теперь на сковородку на 90 секунд. Погнали за картошкой. Две картофелины нужно. Оп, в мусорку. Две картофелины беру. Кстати, простые клососи не нужно забывать, потому что он же еще не готов. Он же еще не готов. Зачем я переложил, не знаешь? Я тоже не знаю. Но, видимо, так нужно было. Судьба, душа меня так повела. Ну, как ты мимо-то насыпал, ну? Так. Хорошо. Беру, режу. На 50 грамм. По 50 грамм нужно порезать. Вот так примерно. И вот так примерно. Пусть будет так. Да, я даже не ошибся почти. Беру на противень эту всю кладу. Ну, сломай, конечно. Мы же миллионеры все новое купим. А где противень? Подожди, а где противень? А, вот он, противень. Потерял. Так, 32 секунды мне за глаза хватит, чтобы порезать еще одну картофелину. Это не так сложно делается. Это как бы вот берешь вот так вот, оп, раз, и два. И все, и все. И берешь, и это дело на противень тоже кладешь. Рассыпаешь, чтобы было равномерно. Мерно, говорю. И кладешь в духовку. В духовке, естественно, это дело должно 80 секунд вариться. Положи. Положи, переверни и поставь на 90 секунд еще. Ну, что такое? Блядь, ты серьезно? Во варит, во жарит, сидит. Ума, ума просто вообще вагон. Ума вагон. Подсолнечного масла надо было налить. Какой я молодец. 30 миллилитров подсолнечного масла. А так, по факту, я продукта сжег уже. Хорошо, что он не жарился. И теперь закрываю вот эту вот богадельню. Беру вот так. Беру вот так. И ставлю вот так. Ой, дружок такой я, конечно. Беру, беру и вот здесь вот я запускаю. Тихо, 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 я камеру шатаю. Это готово будет сейчас. По поводу лосося. Лосось, беру сковородку. Сковорода. Где сковорода? Сковорода. Для паэлии. Купить сковородку и поставить вот сюда. С лососем что нужно там сделать? 5 перца, 5 этого, 10 миллилитров масла. 10 подсолнечного масла. 10 подсолнечного масла. И 4 соли, 4 перца. 4 соли, 4 перца. 4 соли, 4 перца. Соли, 4 перца. 4 соли, 4 перца. И его я беру и кладу вот сюда И запускаю У меня получается 60 секунд с каждой стороны Но здесь вроде как отображается Это что значит-то? Извините Извините за вот это вот дело Я не специально Я сейчас не хотел ничего нажимать, ничего жужжать И ничего делать И камеру тоже я трогать не хотел Кстати, свинина на кассе-то готова? Я будильник-то выключил? Или он мне вообще не работал? Подожди Я запутался Я делаю совсем не то и не так Ой, суета-то какая началась Хотел назвать серию спокойной Я так и назову ее Чтобы все думали, что она спокойная Пам Пам-пам Получается, у меня осталось Чуть меньше Чуть больше минуты И получается, что у меня Почти пожарился лосось Получается, что я должен взять Кстати, что там с гаспачо-то? А, ну тут еще больше минуты Так что все хорошо Беру я, значит, тарелку Беру, значит, картошку Которая лежит вон там Грустит одна И как только приготовится Приготовится лосось Я его отдаю Следом идет гаспачо А потом идет свинина на кости Как бы я опоздать не должен Здесь все хорошо Здесь все вовремя происходит Ну да, я же правильно говорю Конечно, правильно Как еще-то Ой, как я умудрился Просрать момент Когда нужно было Переворачивать свинину Но я не понимаю Да-да-да-да-да Гаспачо иду Иду-иду-иду-иду-иду Да норм Пойдем Отдавать Сейчас сверхурочные пикнут Ты понимаешь? Она опять не это Не хочет работать Ты понимаешь? Понимаешь, что Игра просто взяла И послала меня нахрен Просто нахрен меня послала Вместе вот с этим вот Совсем просто взяла И послала нахрен Сказала мне Иди-ка ты в жопу, дружище Все у тебя говно получается Просто реально говно Она решила просто Что мне не нужно Все это делать Она решила, что У меня и так Все хорошо получается И засрала мне Последнюю Прям последнюю Серьезно? Я для кого старался-то? Пиздец Но это уже вообще Ни в какие рамки не лезет Серьезно Он По вине игры Я просрал Я еще и виноват оказался Ладно, давай свинину Хоть на кости сделаем И то не факт Что сделаем Смотри, она сырой выглядит Она выглядит сырой Она сырая Опа, блин Не сырая Да Игрушка умеет удивлять Серьезно Она прям на самом деле Очень в последнее время Много Зависает Мало того, что это Третья попытка моя Записать эту игру Так еще и Просто с такими Зависаниями Это прям Меня как-то расстраивает Я не знаю Как я умудряюсь Ломать игры Но Но я на самом деле Я не виноват же в этом Игра шломается Я же ее специально Не ломаю Мне это зачем нужно? Ладно Пойдем отдавать Свинину на кости Что ж поделаешь? Обидно Досадно Обидно И досадно На самом деле Два блюда Просто приготовил В никуда То есть Гаспачо Ладно Еще пригодится А вот картошку Я с лососем Вот эту делал Это прям Досада Так Здесь все хорошо получилось На сегодня это все Завершите работу И принимайтесь за уборку Ой Даже не знаю Что сказать По итогам этой серии Получилась какая-то Билиберда Вроде как бы Хорошо все начиналось И все было даже Достаточно неплохо За исключением Всех тех багов Которые случались С этой игрой Но Все же Как бы было все хорошо А сейчас Вот просто К концу игры Она меня разочаровал Тем что Не по своей вине По факту То я Засрал два заказа То есть Ты сам видел Да что Или видела Что я Ничего такого страшного Не сделал Давай пропустим Фазу уборки И просто Прокачаем перки И пойдем С тобой Пойдем с тобой Прощаться Будем с тобой Прощаться 14 уровень Почти 15 По 14,5 уровень Почти 15 Давай вкачаем Никогда не будут Биться Они мне по факту До этого момента И не бились Новым игрокам Перки вот эти Нужные Быстрые ноги Дотянуться Дальше Тепловизор Вот Тепловизор Здорово Волшебная палочка Вообще не знаю Ерунда полнейшая Время Замедляется При нарезке Ингредиентов Мне это тоже Не нужно Мне это сильно Не помогает Вот Прихватки Давай Прихватки Это самое важное Потому что Мне приходится Брать тарелку Чтобы брать Что-то Горячее Гости платят Это хорошо Но Не так уж Это и страшно Вы теряете Меньше очков Славы Вот можно было бы Вот это прокачать И утварь Изнашивается Да Вот это будет Самое оно А на этом Давай с тобой прощаться Спасибо большое За просмотр Ставь комментарий Пиши лайки Подписывайся Обязательно На паблик Вконтакте Который указан В ссылке В описании И увидимся С тобой В других видео И в следующей серии Пока Пока